МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Огненск ТВ. Новости в студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Кузница кадров для атомной отрасли. Полувековой юбилей отмечает Огненский ЦИПК. Эффективность работы госслужащих будут определять по результатам рассмотрения ими обращений граждан. Об этом шла речь накануне в здании областного правительства. Дело идет к развязке. Узнаем, снесут ли скандальную постройку Лукоморья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полувековой юбилей в этом году отмечает Огненский ЦИПК, Центральный институт повышения квалификации Росатома. 4 июля здесь стартовала международная конференция. Она посвящена теме подготовки кадров для ядерной индустрии. Собственно, за успешное выполнение именно этой задачи 50-летний ЦИПК сегодня ценит и в России, и за рубежом. Желаю у коллектива ЦИПК дальнейших профессиональных успехов, энергии и творческого потенциала. С уважением генеральный директор гос. корпорации Росатом Алексей Евгеньевич Лихачев. 50 лет жизнь только начинается. Эти слова точно про него. Про Центральный институт повышения квалификации Росатома. Или ЦИПК, как привыкли называть его обнинцы. Полвека сотрудники института готовят специалистов для ядерной отрасли. Только за последние 7 лет через эти стены прошли более 1300 руководителей и специалистов национальных ядерно-энергетических программ разных стран мира. Хочу поздравить коллектив с 50-летним. И, конечно же, пожелать, чтобы тот склад, который делают в течение 50 лет, этот институт был таким же неоценимым, таким был на протяжении всех этих лет. Атомная энергетика сегодня – это национальный успех России, говорил со сцены депутат Госдумы Геннадий Скляр. Открывающиеся перед отечественной отраслью перспективы напрямую связаны с Обнинском, который должен стать кузницей кадров для ядерной отрасли мирового уровня. Вот здесь, на Калужской земле, в Обнинске, в свое время был сделан очень правильный шаг, когда был создан Центральный институт повышения квалификации. И он позволяет нам сегодня ставить задачу создания здесь, в Обнинске, крупнейшего центра подготовки кадров для атомных проекта. В 2011 году между Росатомом, ЦИПК и МАГАТЭ был подписан договор о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. А совсем скоро стартует новый совместный проект, где Обнинский институт снова играет ключевую роль. В рамках этого проекта ежегодно Россия будет выделять МАГАТЭ более миллионов долларов. Надо сказать, что это большой проект, и мы не взялись после него, если бы не знали, что мы его будем делать вместе с ЦИПКом. Среди участников конференции, которую организовывает юбиляр ЦИПК, были представители МАГАТЭ, Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций, а также зарубежные гости – делегации Финляндии и Ордании. Эта конференция проходит очень своевременно, и она очень важная. Мы должны всегда распространять лучшие практики и изученные уроки во всем мире. Трехдневная конференция завершится 6 июля. Ее участники намерены обсудить проблемы и вызовы, которые стоят сегодня перед кадровой сферой в атомной отрасли. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. О повышении эффективности государственного управления на местах говорили накануне в Калуге на заседании региональных органов государственной власти и территориальных федеральных органов. Судить о работе чиновников будут в частности по результатам рассмотрения ими обращений граждан. Подробнее расскажет Евгения Борода. Согласно указу президента России, вступившему в силу 1 июля, теперь органы местного самоуправления уполномочены размещать на своих официальных сайтах счетчик обращений граждан. В соответствии с указом, государственные органы, муниципальные учреждения и другие организации, осуществляющие публично правовую деятельность, например, Водоканал, Калуга Энерго, Фонд капитального ремонта, обязаны разместить на страницах своих официальных сайтов, предназначенных для приема обращений граждан, программное обеспечение, предоставляемое бесплатно Ростелеком. Вся информация по данному направлению будет поступать в администрацию президента Российской Федерации. Директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области рассказал о самых распространенных причинах жалоб горожан. В письменном виде, в устном и на личном приеме граждан. Основные причины обращения – это проводимые ремонтные работы, это оплаты за капитальный ремонт, это вопросы консультационного характера, оплаты за капитальный ремонт жителей, которым за 70-80 лет. Такая система приема обращений уже реализуется и на предприятии «Эколога Энерго». Его руководитель отчитался о проведенной работе по устранению всех неполадок на линиях электропередач, поврежденных на днях штормовым ветром. Пришли на режим РПГ, режим повышенной готовности, в 16.00 ввели режим ОРР, особый режим работы. Наиболее, скажем так, был мобилизован весь оперативно-ремонтный персонал с юго-западных районов электрических сетей мы перебросили 8 бригад. В основном это Тарусский, Изновсковский район, Жуковский, Боровский, Медынский. Также из соседних регионов, Смоленска, Орла и Брянска 15 бригад. Перебросили 5 бригад из Орла, работали в Таруссии, 5 в Жуково, 5 в Изновсках. Всего 48 бригад у нас было задействовано, более 200 человек, 60 единиц техники в эти районы были направлены. И пригород Калуги к вечеру 30-го были восстановлены, ну уже поздно, скажем так, ночью, основные линии электропередач. А заместитель министра экономического развития региона сообщил о ходе реализации мероприятий по внедрению в Калужской области рекомендуемой целевой модели. Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации. Целевая модель направлена на решение следующих задач. Это снижение административной нагрузки на бизнес, стимулирование выхода предпринимателей из теневого сектора, формирование четких правил организации контроля и защиты предпринимателей, создание равных условий бизнеса. Для внедрения целевой модели 28 февраля 2017 года заместителем гумернатора Владимиром Поповым утверждена дорожная карта. Органами исполнительной власти, участвующими в реализации дорожной карты, утверждены ведомственные планы, в том числе по каждому региональному виду контроля надзора. Организован мониторинг указанных планов. Анатолий Артамонов отметил необходимость защиты интересов предпринимателей. Эту работу, безусловно, надо максимально упрощать с тем, чтобы тот, кто хочет себя проявить в труде, в созидании, мог бы это делать. Губернатор Калужской области подчеркнул необходимость снижения давления на бизнес. Ведь порой контрольно-надзорная деятельность становится непосильным бременем для предпринимателей. Евгения Бородай, Сергей Мокрецов, Облинск ТВ, Калуга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующем совещании заместитель главы администрации Нина Филатова вручила благодарственное письмо губернатора Калужской области главному специалисту отдела градостроительной деятельности Ирине Афанасьевой за активное участие в региональном конкурсе лучшей муниципальной служащей. Это человека, который бы не столкнулся с ней по роду своей деятельности. И все подтвердят, что работать с таким человеком приятно, надежно. И побольше бы таких людей, тогда бы у нас никаких сбоев в работе не было. Город бы процветал. С 1 июля вступил в силу указ президента Российской Федерации о мониторинге и анализе результатов обращения граждан на организации, в соответствии с которым организации, осуществляющие публичную правовую деятельность, должны разместить на своих официальных сайтах программное обеспечение, предназначенное для приема обращения граждан. Ключевой темой прошедшего заседания стала подготовка реализации данного указа на территории города. Нужно вам связаться с Татьяной Петровной по поводу актуализации данных по поводу ВИПНЕТа и других программ, которые у нас установлены. Потому что нужно все актуализировать и сверить все по состоянию на 1 июля, чтобы все у нас было в рабочем состоянии. Специалистами администрации города в Балабановский суд были переданы необходимые документы по поводу незаконного размещения двух стационарных объектов на территории города. Запланировано ликвидировать продуктовый орек, расположенный около школы номер 4, а также обувной магазин на улице Зержинского. Нина Филатова напомнила руководителю управляющей компании о начале приема заявок на региональный конкурс «Самый красивый двор». У нас есть вот такие совершенно новые благоустроенные территории, такие как Белорусский квартал, такие как Балабаново сети, им тоже рекомендуем участие, потому что они еще, да, они очень красивые. Перейдя к теме благоустройства, заместитель главы администрации рекомендовала представителям управляющих компаний своевременно производить окостровы на придомовых территориях. А скоро начнутся работы по замене подземных сетей водоснабжения, расположенных на улице Кооперативное. Как рассказала Нина Филатова, огромное количество вопросов вызывает качество работы, проведенной Калужской энергосетевой компанией. Есть проблема и очень серьезная проблема со двором номер 14 АБВ на улице Лесная, да и вообще со всеми теми участками территорий, на которых работает КЭСК. То есть работы по благоустройству после проведенных работ по прокладке коммуникаций, они до конца не доводят. В данной организации будет направлено письменное обращение от Балабановской администрации для того, чтобы представители Калужской энергосетевой компании устранили недочеты, допущенные во время работы. Евгения Бородай, Сергей Макрецов, Обинск ТВ, Балабаново. Дело о скандальной стройке на проспекте Ленина подходит к развязке. Речь идет о магазине «Лукоморье», владельцы которого решили перестроить торговые объекты без получения на это разрешительных документов. Стройка в итоге перегородила тротуар, которым много лет пользовались жители окрестных домов. Приедет ли к магазину со сказочным названием «Экскаватор», чтобы снести самовольную постройку, расскажет Евгения Борода. Год назад вместо двух торговых павильонов здесь было построено двухэтажное здание. Монолитная постройка перекрыла пешеходную дорожку, которой пользовались местные жители. Однако муниципальная комиссия по градостроительным и земельным вопросам разрешения на реконструкцию торговых объектов так и не дала. В прошлом году администрация Обнинска обратилась в судебные инстанции. Подключилась к делу, касающемуся этой скандальной постройки и прокуратура города. Несколько недель назад Обнинским судом было вынесено решение, согласно которому предприниматель Ирина Лукина обязуется привезти этот магазин в первоначальное состояние. Решением Обнинского городского суда Калужской области от 13 июня 2016 года удовлетворено исковое заявление прокурора города, в соответствии с которым на гражданку города возложены обязанности прекратить строительные и отделочные работы. Реконструкция объектов капитального строительства признана самовольной постройкой, а также истиция понуждена привести объекты капитального строительства в состояние первоначальное до реконструкции. В случае, если истиции указанное судебный акт обжалован не будет, он вступает в силу на 13 июля. Собственно, в этот же период и истекает срок для добровольного исполнения решения суда. Если отвечик проигнорирует данное решение, прокуратурой города будет направлен исполнительный лист в отдел судебных приставов Обнинска. Судебные приставы наделены широким перечнем полномочий с целью исполнения требований, в частности, меры административного воздействия, а также иные исполнительные действия. В частности, служба судебных приставов может заключить договор со специализированной организацией с целью проведения необходимых работ с последующим взысканием с должника затраченных средств. В Обнинске это далеко не первый самовольно возведенный объект. Год назад неподалеку от магазина «Павлин» появилось деревянное нестационарное строение. Павильон явно не гармонирует с окружающей застройкой и едва ли отвечает требованиям пожарной безопасности. В скором времени в суд Обнинска будет подано еще одно исковое заявление в адрес очередного предпринимателя, начавшего самовольное строительство. Евгения Борода, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать сегодня. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ по будням в 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании или на наших страницах в социальных сетях. Желаю вам всего самого доброго. Прощаемся до завтра. До встречи.